Здравствуйте, я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня мы будем говорить о строительстве. И сегодня у нас в гостях председатель совета директоров группы компаний СУ-5 Михаил Захаров. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Михаил Валерьевич, на микроне европейский, который строит ваша компания, недавно сдали третий дом. Начинали его строить, когда была одна ситуация в стране и в мире, скажем так. Как заканчивали его строить, когда ситуация кардинально поменялась? Это вносило какие-то сложности или нет? Конечно, экономика мировая влияет напрямую на любую экономику России и строительных управлений, и любых предприятий, которые что-то производят. И когда начинали строить дом, цена была одна тех комплектующих, которые покупают за границей. И когда мы этот дом достраивали, а это именно был момент отделки, именно момент, когда мы прокладывали все сети, цена была другая. Но мы дом сдали в срок, мы дом сдали, как и обещали своим долевикам раньше на 6 месяцев, то, что у них в договоре долевого участия. И я считаю, что именно подобные мероприятия, которые все видят, это лучшая реклама и лучший имидж компании. Знаете, я знаю пару человек, которые сейчас находятся в долевом строительстве, не обязательно в вашей компании. У них такое мнение, что сейчас хоть бы достроили, неважно когда, но хоть бы просто достроили. Все-таки для вас было важно сдать именно в срок этот дом? Не просто в срок, а сдать с тем высоким качеством, с которым мы стараемся сдавать все дома. У нас же очень быстро действует сарафанное радио. Если мы сейчас сдали бы дом или не в срок, или сейчас дали бы квартиры какие-то с недоделкой, или, понимаете, мы бы сделали это без благоустройства, то люди все видят, и я думаю, и липецкие компании бы про это писали. Я думаю, на российский уровень бы это вышло, и имидж компании, я считаю, бы пострадал. Поэтому нужно сдавать именно комплексно, именно нужно сдавать с деревьями, чтобы были посажены, с детскими площадками, как это мы сделали, с асфальтом, с плиткой. То есть под, скажем, чистовую уже отделку, чтобы дом был. Тогда это правильно. Хотя, действительно, вы правы. И многие сейчас, я слышу мнение Древеликов, и в Липецке уже складывается такая ситуация, не по нашей, сразу скажу, компания, где говорят, только бы достроили, только бы не пропали наши деньги. Но, к сожалению, это явление, которое присутствует каждый кризис. И если оно просто в обычной нашей жизни мы его не замечаем, то в кризис, конечно, это все концентрируется, и рухнувшие компании, к сожалению, существуют в десятикратном, я думаю, размере. Этот дом ваша компания за сколько построила? За 9 месяцев. 9 месяцев – это меньше года. Это нормальные строки? Мы стараемся всегда строить очень быстро и за минимальные деньги. Многие компании идут по другому пути. Они берут, например, кредит в банке, строят дом 5-7 лет, вы видели эти дома в городе, и потом выставляют цену за 47 тысяч и сидят с этими квартирами. Мы избрали немножечко другой путь. Мы продаем от 30 тысяч за квадратный метр, но дом мы строим 9 месяцев. Из-за того, что у нас деньги очень быстро оборачиваются, именно это и есть рентабельность нашей компании. Но это 17-этажный дом, то есть это не маленький дом? Это 17-этажный дом, совершенно верно. Но это означает, что и следующие дома, которые вы будете строить, они будут строиться в такой же срок, то есть вы планку как бы задали уже? Мало того, что мы не сегодня ее задали, мы ее задали еще раньше. Если вы посмотрите даже ваши были сюжеты про наши дома, то мы дома всегда строили примерно до года. И нет ни одной стройки сегодня, где мы бы затянули или с договорами долевого участия мы не вписались в те сроки, которые мы обещали. Таких на сегодняшний момент у нас нет. Я надеюсь, что их и не будет. Сколько домов в этом году в европейском будет еще сдано, скажем так? Очень тяжело судить о домах. У нас, например, есть дом, в нем 40 тысяч квадратных метров, чтобы вы понимали. Это много? Это примерно 7 домов, которых мы сдали. Вот дом, потому что 17-этажный, таких 7 домов, 14 подъездов в доме, в нем 40 тысяч квадратных метров. И если это считать за один дом, то таких сдадим мы, я думаю, 2 дома. То есть около под 100 тысяч квадратных метров у нас задача в этом году сдать. Но это все, они уже начали строить, это не с нуля вы строите? Мало того, что мы сдаем по секционам, мы сдаем из 14 подъездов уже первые секции, мы сдаем, я думаю, что в ближайшее время. И дальше мы практически раз в месяц-два будем сдавать дом или секцию. То есть люди будут получать свои квартиры, потому что сейчас уже заканчивается строительство. А вот сроки строительства жилья, они зависят от того, скажем так, раскуплен дом или нет? То есть если там, допустим, треть только выкуплена квартир, это как-то влияет на скорость возведения дома? Все зависит, я считаю, от руководства компании. Если люди правильно понимают всю ситуацию, что у них раскуплена только треть, дальше нужно строить, или те обязательства, которым дали тем 30% медалевиков, не будут исполнены, и у них будут более глубокие проблемы, то люди идут в банк, и если эта организация добросовестная, ей дают кредит, она застраивает, и за счет своей прибыли она гасит тот кредит, который есть. Это одна история. А вторая история, о чем тоже не стоит забывать, что люди, собрав 30% строителей, понимая, что у них ничего нету, у них один дом, ну, в продаже и в производстве, им терять, по большому счету, нечего, кроме оков, которые, сказали, долевики, они начинают или компании сливать, или они начинают другие какие-то там меры для того, чтобы или не исполнить, или они затягивают. Ну, может быть, и затяжка неумышленна. Мы же с вами много раз видели ситуацию, когда люди обещают сдавать дома и не сдают. И вопрос такой, ну, по каким же причинам они их не сдают? Я считаю, в этом надо разбираться. Поэтому, если ты уже задекларировал, что дом будет готов там к определенному сроку, надо свои обязательства всегда исполнять. Не секрет, что в конце прошлого года был ажиотажный спрос. Ну, то есть люди пытались просто пристроить свои деньги, образно говоря. А был ажиотажный спрос на квартиры. А сейчас на сколько упали продажи? Как активно люди покупают недвижимость? Если судить с периодом прошлого года, мы не берем действительно декабрь, потому что это месяц, который нельзя было сравнить ни с чем. Если судить с аналогичным периодом прошлого года, то продажи упали на 30-40%. Но это много? Если вы продавали две квартиры в день, и у вас упали на 40%, то есть вы продаете практически одну квартиру в день. Вопрос, хватит ли этих денег. Ну да, вам хватает или нет? А если мы продавали до кризиса условно 10 квартир, то сегодня мы продаем 6-7, и обороты, конечно, упали. Но в связи с тем, что у нас есть другие бизнесы параллельные, которые также приносят прибыль компании, мы оборот денежный не потеряли. Вы ощутили на себе те меры поддержки государства, которые государство предпринимало в отношении как раз строительства. В первую очередь это льготная ипотека под 12%. Этого достаточно или надо делать что-то еще? Эта мера очень хорошая. И действительно она была всплеской, он сейчас есть под даже 11% годовых. Но ситуация не в том, под сколько дают ипотеку или дают кредит, а вопрос покупательской способности населения. Если человек получил 30 тысяч заработную плату, это, я считаю, хорошая заработная плата, которая задекларирована везде, и потратил эти деньги на еду, свое жизнеобеспечение, на детей, на коммунальные услуги, на поддержание какого-то своего жизненного статуса, и уже денег на приобретение жилья может не остаться, несмотря на то, будет ипотека 11% или 5% или 2%, или будет она вообще бесплатна. То есть люди сначала всегда будут предметы первой необходимости, и свои естественные потребности они будут сначала закрывать, а потом уже будут покупать машины и квартиры. Ну и когда настанет то время, когда мы сможем спокойно покупать машины и квартиры? Ну, я думаю, не раньше, чем через два года. Мы переживаем уже четвертый кризис, наша компания, такой глобальной, мировой. И как опыт показал, я думаю, что еще года два будет. Но кризис, правильно говорят, прежде всего в головах. Да, скажем так, спад производства. Производство же никогда не идет по горизонтальной линии, оно всегда имеет какую-то синусоиду. И сегодня мы сдаем 100 тысяч квадратных метров, потом мы можем сдать условно 70, потом сдать 120. И вот это колебание производственного рынка, я считаю, это нормальная экономическая рыночная ситуация. Конечно, всем хорошо, когда, помните, жилье было по 45-50. Я не знаю, кому хорошо, строителям, наверное, хорошо было. Все строили, все говорили, что мы, гляньте, как хорошо, 45-50 жилье было. Да, сегодня наш рынок вынуждает жить в 30-35 тысячах рублях за квадратный метр. И нужно именно жить в этой среде. То есть, квартиры в европейском стоят от 30 до 35 тысяч рублей, правильно? Да. Но это от чего зависит? Это зависит от сроков сдачи дома. Если вы придете сегодня квартиру покупать, который уже дом сдался, например, то там уже квартира будет дороже. Ну, а вот метраж, то есть... Мы берем среднее. Мы берем двухкомнатную квартиру. Мы не берем однокомнатную, потому что, понятно, их разбирает больше всех. И не берем трехкомнатную. Мы взяли с вами квартиру, где-то 45 метров, двухкомнатная квартира. А курс доллара, о нем сейчас так много говорят, все за ним следят. Он как сильно влияет на цену как раз квадратного метра? Это вопрос, как сказать, ну, он спорный. На самом деле, если сначала общественные работы мы делаем из всего, что производится в России, то потом, когда начинается самое интересное, это отделка, отопление, электрика, сантехника, то здесь практически 90% товаров импортные. И говорить о том, что доллар не влияет на товары, ну, я думаю, это просто лукавить. Конечно, влияет. Конечно, все комплектующие покупали или в Китае, или где-то в Европе. И все оборудование, как тепловые узлы, водяные узлы, мы покупали все, и все покупали за границей. То есть, есть дилеры, которые привозят, но все сидели на долларе и на евро. Но вы их можете чем-то заменить? Или в России просто нет таких аналогов? Да, на сегодняшний момент, я считаю, что Россия была не готова к этому. Да. Но у нас люди сейчас как скажут, ну, доллар-то сейчас падает, а почему метр квадратный не дешевеет? А он не успел подорожать. Когда был доллар, помните, 80 и 60, ну, евро, доллар, скажем так, условно, единица была 60-80, квартир, это как были 33 тысячи, они так и остались. То есть, они как были в ноябре, так они сегодня в конце мая по той же цене. То есть, рост цен квартир не произошел. Потому что, если бы люди подняли бы цены квартир, их просто перестали брать. Вы вот сказали, что вы переживаете уже четвертый кризис, не первый раз. Вы вот для себя стратегию поведения вот в эти времена тяжелые как-то выработали уже, что вот надо делать в первую очередь? Да, избавляться от, скажем так, непрофильных активов и уходить именно к тем заказчикам, которые платят деньги. Пусть это будет большое падение в конкурсах, будет не совсем, может быть, те условия, которые мы хотели, но нужно, я считаю, опять уходить к тем заказчикам, которые сегодня платят деньги. Но кризис не первый, неужели вы до этого не отсекли уже вот эти самые непрофильные активы? На самом деле это не непрофильные активы. Предположим, человек хочет построить какую-то фабрику. Он приходит к нам в обычные времена, и мы ему начинаем строить. Но когда приходит кризис, уже никто никуда не приходит, потому что кредиты никто никому не дает. И сегодня кредит, который выдает по 24-27%, просто те коммерсанты, которые хотят начать свое дело, я считаю, это действительно неподъемные проценты. Давайте вернемся к Европейскому микрорайону. Там уже сданы три дома, насколько я понимаю, правильно? И в этом году будут сданы еще два, вы пообещали. Да. Два больших. Два больших, да. Ну, даже в трех домах, 17-этажных, там могут проживать довольно-таки большое количество людей уже. Все-таки инфраструктура, когда она будет полностью соответствовать, чтобы люди без проблем жили, как говорится, в новом микрорайоне? В этом году уже, если вы сегодня туда приедете, те магазинчики на первых этажах, скажем, магазины шаговой доступности, они уже действуют. То есть вам сегодня уже за молоком или за хлебом вечером не нужно никуда ехать, вы спустились, и в этих трех домах уже магазины действуют. Там уже есть кафе, то есть уже микрорайон начал жить. Дороги вы видели то, что Сверидова и Кривенкова мы сделали. То есть сегодня вы спокойно проезжаете туда не на танки, не на БТРе, вы спокойно проходите пешком по тротуарам, которые сделаны из плитки, вы сегодня спокойно приезжаете на машине и ставите на охраняемую парковку, что тоже немало вас. Это то, что касается вот этой социалки. То, что касается торгового центра, мы его начинаем строить в этом году, я думаю, в следующем году мы его закончим, там будет большой тренажерный фитнес-зал, там будут у нас кинотеатры, рестораны и будут действительно детские всякие заведения. То есть люди смогут прийти туда утром и выйти вечером, не надо им будет ехать никуда. И плюс мы все слышали и знаем, по-моему, уже конкурс в ближайшее время будет объявлен на строительство детского садика. Да, но вот это и самое главное, потому что люди в первую очередь думают, как отвезти ребенка, где школа, где детский сад, где поликлиника, такое и будет в европейском. В этом году садик уже по, по-моему, контракту должен быть сдан. В этом году представлять, то есть кто выиграет тендер, тот будет его вынужден построить, тут, ну, грубо говоря, за 6 месяцев. И я считаю, что если к концу года они его сдадут, это будет лучший подарок городу. Да, но садик строить не ваша компания. Будет объявлен тендер управлением строительства, будет объявлен тендер и кто выиграет. А вообще на микрорайоне сколько планируется, ну, сколько там сможет проживать людей вообще все? 20 тысяч. 20 тысяч? 20 тысяч населения, это очень много населения. Да, очень много, одним садиком там не отделаться, мне кажется. Сколько по проекту там вот этих детских образовательных учреждений будет? Там 4 садика по тысяче мест каждый садик. Там школы, две школы с большими действительно площадками, с футбольными полями. И я считаю, что микрорайон действительно наполнен хорошо вот этой инфраструктурой для того, чтобы наши дети полноценно развивались. Ну вот, вы как продавец, что бы вы сказали тем людям, которые сейчас выбирают, где купить жилье? Все-таки в Липске, слава богу, жилье строится, много разных микрорайонов. В чем преимущество европейского над остальными? Давайте не будем называть их. Я считаю то, что, во-первых, если мы посмотрим, три дома уже сданы, микрорайон ожил. То есть у нас компания не кормит обещаниями всех. Будет, придете, посмотрите. Мы говорим сегодня, приходите, мы вам уже покажем то, что построено. Если вы сегодня побываете на микрорайоне, там сделаны дороги. То есть вам не нужно, как мы помним, дома раньше сдавались, все в резиновых сапогах ходят, до автобуса далеко идти. На сегодняшний момент у вас автобусная остановка внизу, вы сели, поехали на работу или поехали по своим делам. Сегодня, еще раз повторюсь, сеть магазинов и всех других заведений, которые комфорт жизненным обеспечат, она вся уже практически работает. И если посмотреть, как микрорайон строится, он строится в три смены, то я считаю, что преимущества очевидны. У меня вот такой вопрос. Как у вас в компании происходит, скажем так, сдача квартир покупателям? Потому что это, я один раз присутствовал, такой процесс оказывается. Сложный. Да, и сложный, и занимательный, это много людей, кто-то там шумит, кто-то недоволен. То есть много ли претензий, как вы общаетесь со своими клиентами в таких случаях? У нас в Российской Федерации, но я думаю во всем мире, конечно, клиенты хотят прийти, чтобы было все готово, и все было с иголочки, и было все ровно и хорошо. И я считаю, люди должны получить такое качество. У нас есть книга, одна занимательная, называется СНИП, строительные нормы и правил. И вот эта книга рекламентирует отношения между нами и долевиками. И там написано, насколько может быть отклонение штукатурки, или полов, или окон, или еще чего-либо. И если это вписывается, то вопросов нет. Если не вписывается, мы всегда все устраняем. У нас ни разу не было такого, что пришел человек, например, попросил, а мы сказали, вы знаете, это ваша квартира, идите и делайте с ней, что хотите. Я считаю, что это просто нечестно со стороны застройщика. Но все равно ваши квартиры, но вы же знаете, обычно люди покупают квартиру, приходят сразу, так, тут надо стены выравнивать, тут надо что-то отбить, тут что-то сломать, тут что-то переделать, тут что-то углубить. Вот таких доделок, переделок часто они имеют место быть или не очень, на ваш взгляд? Понятно, что всем не угодишь. Мы можем с вами иметь свое мнение, нравится или не нравится. Но я считаю, что если вы подъезжаете к дому, который сдан, и вечером у вас во всех квартирах горит свет, и уже висят занавески, люди там живут, а около него нет большой горы строительного мусора, как битого кирпича, штукатурки, значит, переделок мало. И вы можете сегодня приехать к нам на микрорайон и посмотреть. Таких случаев практически нет. – Продолжает ли у вас действовать военная ипотека? Изменилось ли как-то ее правило в связи с той ситуацией, которая сложилась в стране? – Военная ипотека пошла наоборот в рост. Если остальные ипотеки в связи с кризисом у нас пошли на уголь немного, то военная ипотека, наоборот, пошла в рост. И количество квартир проданных военным увеличилось, наверное, процентов на 20. Как ни парадоксально. – То есть военные не пострадали? – Военные не пострадали. Это, конечно, контрактники, и у них гарантированная заработная плата, поэтому действительно процент на 20 увеличивается. – А это действующие военные или те, кто ушел в запас? – Есть и действующие, есть и в запас. То есть сертификат дается не от того, что служите в армии или уже отслужили, а он дается от того, что вам 20 лет надо подписать контракт, и вам сразу дают сертификат на квартиру. – И там это сертификат, какая сумма в этом сертификате? – В районе 3 миллионов рублей. – 3 миллионов? – Да, и за 3 миллиона это можно по 30 тысяч, сколько, 100 квадратных метров купить? – Да. – То есть неплохо. Военных, я считаю, действительно поддержали, и престиж армии подняли. То есть это действительно правильная мера. – А какие еще государственные или, может быть, муниципальные, может быть, областные программы воздействуют на микрорайоне, с помощью которых можно купить жилье? – Мы даем скидку всем работникам бюджетных сфер. То есть учителя, медицина и другие, кто работает в муниципалитете или просто в бюджетных организациях. То есть мы даем еще плюс 1% скидки по ипотеке. Это за счет стоимости квартир. Мы делаем специальную цену для этих людей квадратных метров. Не говоря уже о том, что просто существует программа выполнения строительства жилья города Липецкой. Если там цена низкой квартиры, мы продаем иногда и по этой цене квартиры людям нуждающимся. И мы видим, если люди были в горячих точках, если это сотрудники УВД или как-то они нашу родину прославили, мы всегда идем практически к любому нашему клиенту индивидуально. И плюс, конечно, система рассрочка. Что такое система рассрочка? Это те же деньги. Вы понимаете, вы переходите, берете ипотеку, вы за нее платите, а за рассрочку вступаете вы не платите. Не, ну как, вы платите, просто проценты не платите. Не платите проценты, совершенно верно. То есть получается, что рассрочка у вас бесплатная. Да, ну и как получите рассрочку в СУ-5? Мы сейчас делаем программу одну очень интересную. Я думаю, что рассрочка будет беспроцентная до 5 лет. То есть, представляете, вы первые 5 лет просто платите основную массу за квартиры, а больше не платите ничего. То есть мы сейчас, я думаю, уже практически в мае эту программу запустим. И в ближайшее время, я думаю, мы жителей нашего города порадуем. Да, вот вы упомянули о скидках. То есть, ну, все люди хотят, естественно, скидки. Вот они видят 30, ну и надеются, что все-таки они придут в офис, и им там или тысячу с метра, или хотя бы рублей 500, но сбросят. На самом деле, это сумма. Вот как охотно ваши менеджеры идут на то, чтобы, ну, торгуются, скажем так. У нас существуют утвержденные цены. То есть мы же не можем торговать, как на рынке, да, хочу за рубль, хочу за доллар. У нас существуют утвержденные цены. Мы просчитали всю экономику, и мы понимаем, да, конечная точка существует, до которой мы можем, ну, в цене двигаться, да. И мы стараемся именно к ней приближаться. У вас вообще внешние изменения в компании так видны. Я вот видел в ЦУМе, у вас офис появился. Вот что за этим последует? Мы действительно сейчас делаем еще один офис продаж на Европейском, и мы открываем офис продаж в ЦУМе. Мы провели мониторинг наших клиентов, кто уже купил квартиры, и они говорят, сделайте, пожалуйста, офис в центре, удобно, чтобы было ходить, смотреть, и сделайте, пожалуйста, офис в самом микрорайоне. То есть мы сейчас офисы будем открыть в самом микрорайоне. То есть люди пришли в ЦУМ, их проконсультировали, они поехали туда, и там они сделку могут завершить в течение часа-двух. Но на цену это никак не влияет, что там, что там, это просто удобство, да? А вот новый сайт у вас, мне по секрету сказали, будет, что, какие он функционалы несет в себе? Ну, вы понимаете, когда в компании 100 человек, им нужен один сайт. У нас на сегодняшний момент работает во всей группе компаний полторы тысячи работников. Это очень много. И, конечно, когда компания растет, ее информационное поле тоже должно меняться. Поэтому мы просто меняем информационное поле, делаем сайт более доступным, более открытым, чтобы люди, приходя, менеджерам задавали меньше вопросов. Чтобы менеджеры занимались другой работой с ними же. Ремонт. Люди покупают квартиры, делают ремонт. Вы им в этом как-то помогаете? Мало того, что мы имеем систему скидок практически во всех магазинах наших строительных. Мы даем им эти сертификаты, чтобы человек пришел в любой магазин и сказал, вот, смотрите, я купил квартиру всю 5, дайте мне скидку на стройматериалы. Это одна история. Но на сегодняшний момент, я думаю, что тоже с первых чисел следующего месяца мы запускаем отдельную линию. Это будет комплексная отделка квартир. То есть, что это такое? То есть, это бригады какие-то будут. У вас эконом, условно, там премиум и, ну, скажем, там элит. Я условно их называю, может быть, они будут называться по-другому. Мы делаем три типа отделки. Вы приходите, смотрите, хотите заказывать у нас, хотите, везете своих рабочих. Очень действительно много просьб у нас сделать отделку. Потому что люди видели, как мы отделали многие помещения. И у нас специалисты работают высокого класса в отделке. Не те, которые потом обои придется переклеивать. А вы можете прийти, действительно порадоваться. И люди именно хотят, чтобы отделку сделала им с У5. Поэтому я думаю, что мы пойдем навстречу. И буквально в месяц это уже будет, программа тоже запущена. Михаил Валерьевич, вы недавно, ну вот, на днях буквально вернулись из Крыма. Есть ли туда с делегацией липских бизнесменов? Вот по работе, о чем-то удалось договориться с крымчанами? Крым, конечно, отдельная тема. Можно о нем говорить часами. Мне действительно очень нравится эта территория в качестве даже экологии. Я считаю, что делегация поехала правильно. Все бизнесвены, которые там были, все нашли контакты, которые хотели. Там были представители и строительства, представители и изготовления металлоконструкции. Были представители гостиничного бизнеса. И каждый нашел себе партнера или компаньон. Что говорить, 20 лет туда практически ничего не вкладывалось, промышленность не развивалась никак. И те люди, которые сегодня там, они смотрят горящими глазами и говорят, как хорошо, что вы приехали. Мы хотя бы будем работать, и вы нас обеспечите рабочими местами. Ну, совместные предприятия, они подразумевают все это. Поэтому действительно встретили очень хорошо. И я считаю, поездка прошла большой пользой для нас. Понятно, что вы все не расскажете. Вы все-таки хотите строить жилье в Крыму или не хотите? Вы туда зачем ездите? Я ездил туда, во-первых, ознакомиться. Но так как мы в Советском, вы помните, делали кровлю в больнице. То есть мы уже в Крым-то ездим не первый раз. И я поехал, во-первых, познакомиться именно с бизнесом, который представлен был там практически весь. По жилью пока мы не знаем. Мы думаем. Скажем так, изучаем рынок конъюнктуру. Но я там, например, нашел добавку в бетон, имя запатентованную, которую они раньше поставляли на Украину. Сейчас из-за политической ситуации они не поставляют. Но действительно ноу-хау. И уже первая машина придет на этой неделе к нам. То есть действительно интересные такие производственные отношения. И таких примеров там было очень много. Поэтому, конечно, посмотрим по жилью. Я думаю, время покажет. Михаил Валерьевич, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Наше время подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях был председатель Совета директоров группы компании «СУ-5» Михаил Захаров. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова